Как передают новости Армении. Команда Пашиняна любит повторять, что для нее красной линией является суверенная территория Армении. То есть по Арцаху они еще могут снизить планку. Но вот касательно 29 800 тысяч квадратных километров территории Армении, в соответствии с границами на момент распада СССР, никаких уступок быть не может. Пусть никто в Азербайджане не надеется. Так ли? На практике видим другое. Азербайджан перешел красную линию, заявленную властями Армении, сначала в мае 2021, когда Пашинян говорил, что не собирается воевать за снежные горы в районе Черного озера. Потом в сентябре 2022, когда азербайджанские войска заняли позиции на высотах, с которых прекрасно просматривается курортный Джермук. Правда, на этот раз азербайджанцы продвинулись в ходе упорных боев. Но после остановки военных действий, азербайджанцы продолжают не только находиться на занятой территории, но и проводить там инженерные работы. А представитель правящей команды, депутат НСРА Армен Хачатрян, говорит о том, что Армения не может препятствовать этим работам, потому как следствием может быть новая война. Вот оно как, оказывается. То есть фактически сдана еще одна красная линия. Потому как, полагаем, даже в правящей команде есть понимание, что никакие международные заявления не заставят Алиева отвезти войска. Такое возможно только в результате либо применения силы, либо уступок со стороны Еревана в каком-то другом вопросе. Так что все разговоры о красных линиях не более чем болтовня. Но самое печальное то, что главная проблема не столько в отсутствии возможностей политических, дипломатических или экономических. Скорее в отсутствии желания, в отсутствии политической воли, в отсутствии принципиальности отстаивать красные линии до конца. На самом деле, они на словах. Почему нет такого желания? Потому что иначе рушится все идеологическая конструкция власти команды Никола Пашиняна. Потому что невозможно отстаивать национальные интересы, если ты ради сиюминутного комфорта пребывания во власти готов денно и ночно оплевывать свое прошлое. То прошлое, которым должно гордиться. К сожалению, нет и признаков, что власть работает над ошибками, в том числе и над теми, которые привели к большому провалу во время войны и после нее. Настолько очевидному провалу даже наблюдателям со стороны, а может им в первую очередь, что Российская Ассоциация по связям с общественностью, включила Пашиняна в шорт-лист в номинации «Зарубежный провал года» в политике властей по дискредитации прошлого своей страны. Всего, что было до их прихода к власти, ничего не изменилось. Манипуляции и откровенная ложь транслируются в общественное сознание неубывающими темпами. Чего стоит только то, что жена премьера не Арпида Ваян, не Овик Агазарян, а человек, долгое время работающий в журналистике, знающий цену слову, призывает похоронить прошлое и не разбираться, кто виноват в поражении в войне. «Бывшие власти, которые 30 лет грабили страну, нынешние, которые за два года не сумели, оказывается, засыпать яму, в которую мы все угодили, сто предателей генералов или тысячи офицеров-дилетантов», — так пишет Анна Акопян, жена премьера. «30 лет грабежа, сто предателей генералов, вряд ли стоит это комментировать». И тем более удивляться, что в эфире провластного канала, который связывает с именем поехавшего на футбольный чемпионат в Катаре спикера, ведущий программы, без тени сомнения заявляет, что бывший глава МИД Армении, Вардан Асканян, вел в свое время переговоры с турками и азербайджанцами о том, как им сдать мигринский коридор и арцах. Нет у этой команды красных линий. А поскольку рыба гниет с головы, не потому ли так много случаев работы на азербайджанские спецслужбы раскрывает наше СНБ в последнее время? Причем, судя по сообщениям, фигуранты этих дел вербовались именно уже во время новой бархатной власти. Вы слушали новости Армении.